Многие молодые игроки раскрываются в больших клубах, но ведь их трансфер происходит именно после выдающихся сезонов в клубах пониже. О которых мы не имеем достаточной информации. Так давайте узнаем о Парингея, который играет за аргентинский Ньюс Олд Бойс. Да, тот самый Ньюс, за который играл Марадонна и где начинал Месси. Да, сейчас клуб сбавил и занимает только 12 место, но это не мешает нашему герою показывать свое мастерство. Эзекель Луис Унсайер родился 9 марта 1995 года в Вилла Алкарас, Аргентина. Начинал в Академии клуба. За основную команду дебютировал в августе прошлого года. Уже сейчас он основной игрокоманды. Его вызывают за молодежную. И многие в Аргентине считают, что он уже сейчас дорос до взрослой команды. Хотя бы набираться опыта, но он должен быть в этой кухне. Чемпионат Аргентины весьма своеобразный турнир. Там делается акцент на атаку, как в бразильском. Ну и жесткости там хватает. Во многих моментах вратари там получают по полной. Вы просто видео посмотрите. Они летят с прямыми ногами и шипами вперед. И не удивительно, что травмы вратарей там случаются. В этом сезоне Унсайд прошел через испытания, которая дала ему судьба. И форвард Бокки Хуниорс Карлос Тэвис. После их стычки Луис получил перелом челюсти. А форвард отделался только желтой карточкой. Но, как говорится, перед любым взлетом судьба дает испытания. Если ты можешь его преодолеть и вернуться на тот же уровень, и продолжишь прогрессировать, то карьера в скором будущем начнет свой взлет. Что касается игры. Унсайн это отличный галкипер на ленточке. Когда он видит удар, пробить его нелегко. Обладает прыгучестью, отталкивается сильно и способен перекрыть углы практически без разбега. На пенальти он не гадает. Расчет идет на реакцию и игру по форварду. Так как это сейчас практично. Пару выдающихся сейвов у него есть. Как из пенальти, так и со штрафного. Сейчас важно, чтобы вратари могли читать игру. Временами страховать последних защитников, отлично играть ногами и на выходах. В принципе, Луис все это может делать. Он не раз подстраховывал своих игроков. Во время того, как он получает мяч, в принципе, он не чувствует себя деревянным. Ему может отдать как короткую, так и длинную передачу. Что касается выходов на угловых, то, пожалуй, это его единственный, я бы сказал, и минус. Потому что в чемпионате Аргентины настолько игроки атаки приучивают вратарей играть на ленточке, что те просто боятся выйти. Потому что только стоит вратарю замешкаться, сразу идут подкаты и удары в его сторону. Чемпионат Аргентины, в принципе, неплохая школа. Много звезд выходило именно из этого чемпионата. Да и, в принципе, академии в Аргентине очень сильные. Унсай уже сейчас проходит через такие испытания, которые ему по карьере могут очень сильно пригодиться. Возможно, уже в скором будущем Унсай придет куда-нибудь повыше. Я не говорю сразу про Европу. Возможно, будет какой-нибудь рывок, Риверплейт, Бокахунерс или другие аргентинские гранты. Ну, а в дальнейшем, конечно, я думаю, он сам себя видит вратарем любого зарубежного клуба. Ну, а мы пожелаем удачи. Думаю, в скорейшем будущем мы увидим его в майке национальной сборной. Ну и самое главное, друзья, смотрите футбол, любите футбол.